Каждый из вас пользовался или хотя бы слышал о таком приборе, как пылесос? Почему пылесос отключается во время работы? Или из-за чего он начинает плохо втягивать пыль? На эти и другие вопросы я сегодня дам ответ. Одной из самых распространенных поломок является шумная работа прибора. Чаще всего это связано с несвоевременной очисткой фильтров, либо с заполненным контейнером для мусора. Это ограничивает попадание воздуха к мотору, в результате чего он работает в режиме перегрузки. Как итог, при ненормальной работе двигатель шумит, перегревается, а после вообще выходит из строя. Для того, чтобы избежать этого, необходимо периодически чистить фильтры и освобождать контейнер. Ну а если такая ситуация уже произошла, то выполните очистку и проверьте, помогло ли это избавиться от шумов. Если нет, то обратитесь в сервис. Если во время уборки пылесос плохо всасывает мусор, либо не делает этого вообще, нужно постараться сразу выяснить причину. Она может быть банальной. Загрязнен фильтр или в трубку попало что-то объемное. Первое, что стоит проверить, насколько заполнен мешок для мусора. Если больше, чем две трети, то его стоит очистить, либо заменить. Последний вариант возможен, если вы используете бумажные накопители. В случае, если очистка не помогла, обратите внимание на регулятор мощности. Возможно, он установлен на минимум. В таком случае тяга будет очень слабой. Далее нужно проверить фильтр тонкой очистки. Он установлен перед мотором. Его нужно промыть водой, просушить, либо заменить на новый. Проверили, помыли, но тяга по-прежнему отсутствует? Возможной причиной может стать неисправность щетки или трубки. Проверьте, нет ли на ней повреждений и плотно ли она вставлена в корпус пылесоса. Самая распространенная причина – повреждение мешка. В процессе установки можно нечаянно повредить. Как только он начнет наполняться, пыль будет вылетать. Кроме этого, многоразовые емкости сами по себе изнашиваются и протираются. Нарушения в работе могут быть связаны и с тем, что мешок плохо соединяется с трубкой. В такой ситуации его необходимо поправить. Чем опасно такое явление? В первую очередь это вред вашему здоровью, ведь вы будете постоянно дышать пылью. Если не обращать на это внимание, мусор начнет попадать прямо внутрь, засоряя мотор. Двигатель начнет перегреваться и со временем может сгореть. Причины могут быть различными. К примеру, загрязнение входного или выходного фильтра, двигателя или элементов электронной платы. Высокая температура в помещении, где производится уборка. Износ щеточного узла двигателя. Засорение гибкого шланга или входного отверстия. Нарушение контакта одной из деталей двигателя, либо розетки электропитания. Чтобы выяснить, почему пылесос выключается, необходимо исключить все факторы, которые не относятся к техническим неисправностям. Для этого на время уборки откройте окна или форточки для проветривания помещения. Проверьте плотность контакта вилки с домашней резеткой. Тщательно очистите мешок для сбора пыли и посмотрите, не забился ли гибкий шланг. Отсоединив его на время от работающего прибора. Как я уже говорила, при сильном загрязнении фильтра или мешка для сбора пыли, резко повышается нагрузка на двигатель и падает мощность всасывания. Кроме этого, ослабевает поток воздуха, охлаждающий детали двигателя. Из-за чего может сработать защита от перегрева и прибор отключится. На этом все. Напишите в комментариях, с какими из этих вопросов сталкивались вы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик и смотрите ответы на вопросы о стиральных машинах и СВЧ-печах. Пока!